привет друзья у каждого уважающего себя современного производителя смартфонов должны быть в ассортименте и парочка беспроводных наушников таким образом компания приучает фанатов к своей экосистеме вот и купил себе телефон так возьми еще и в придачу и фирменные наушники создай комплект так сказать именно так и подумала компания айтел и выпустила свои очередные беспроводные наушники которые у меня в руках сегодня у меня на обзоре новая модель айтел т1 него которая с недавних пор начала продаваться и в россии позиционируются они как недорогие наушники с хорошей автономностью аж до 18 часов и как по мне самым удобным форм-фактором давайте их протестируем подписывайтесь на канал поехали овальный кейс у айтел т1 него довольно компактный сделан он из матового пластика сами наушники не выпадают из своих мест благодаря магнитом емкость аккумулятора в кейсе 300 миллиампер час снизу расположен современный разъем usb-c для зарядки на самих наушниках можно увидеть двухцветный светодиод оповещающая состояние устройства плюс при вынимании из кейса голос наушниках американской женщины оповещает нам о том что наушники готовы к работе мол давай уже включай свои любимые треки и покайфуй или послушай подкаст например и прокачай свои скилл по эргономике претензий нет ножка у наушников короткая сами наушники не прорезиненные но хорошо сидят в ушах и не выпадают при беге или резких движениях лично мне такой формат наушников нравится больше чем затычки но это кому как есть защита от влаги ipx5 что позволяет использовать их под дождем или во время тренировок управление у гарнитурой сенсорное однократное нажатие ставит воспроизведение на паузу а также принимает и сбрасывает вызов при тройном левый наушник понижает громкость а по правому увеличивает громкость долгое нажатие по правому наушнику переключает на следующий трек либо возвращает на предыдущий если вы тапнули по левому подключение происходит по протоколу bluetooth 5 1 общий характер звучания я бы назвал громким и чуть приглушенным по частотам вас от 13 миллиметровых драйверов здесь чувствуется хорошо но не выкручивайте на максимум звук иначе остальные частоты отходят на второй план учитывая их стоимость звучат они на каждый свой потраченный рубль в подобном ценовом диапазоне в районе тысячи рублей наушники в первую очередь создаются для просмотра видео задержек при просмотре фильмов тут нет но в этой модели приятное то что при желании в них можно послушать и поп и электронную музыку ведь здесь все построен именно так чтобы все качала при непрерывном воспроизведении музыки на средней громкости наушники разрядились за три с половиной часа что думаю соответствует заявленным 18 часам работы при перезарядке их с помощью кейса кстати в наушниках присутствует интересная функция шумоподавления вызова технологии dsp должна отфильтровывать шум на стороне вызывающего абонента для улучшения четкости звука на стороне принимающего во время разговора микрофоны дают среднюю слышимость уличный шум перекрывает голос из-за чего приходится говорить чуть громче но в целом на данный момент все наушники особенно в этом ценовом диапазоне звучат при разговоре примерно одинаково ни одни наушники к сожалению еще не научились передавать звук от микрофона также качественно как профессиональный петличный микрофон а все потому что это не основная их задача главное что они достойно передают музыку в уши а значит поднимают настроение особенно в хмурые осенние и зимние дни если говорить в целом то наушники айтел т1 него весьма достойный выбор за свою цену в них нет каких-либо уникальных фишек типа шумоподавления или пространственного аудио как в наушниках за 20000 рублей но все что есть работает нормально местные розницы эти наушники можно найти в районе тысячи рублей что является заманчивой ценой для их характеристик напишите в комментариях как вам новинка рассматриваете ли вы подобный форм-фактор наушников к покупке поддержите ролик лайком подписывайтесь на канал впереди много интересных обзоров пока пока